Как выходить из затяжных родственных конфликтов? С одной стороны, он не скрывает от меня свой телефон, я могу туда зайти, я не захожу, потому что я знаю, что там все, что там есть, но вообще даже смотреть не хочу. Но когда это все началось, у нас был с ним очень жесткий конфликт, он был не затяжной, но жесткий, вплоть до того, что мы с ним даже некоторые не разговаривали. И мне очень хотелось до него донести какую-то информацию, а я не мог. У меня было реально противление, я не мог слушать. Он реально говорил какие-то вещи не просто бунтарские, а бунтарские с провокацией. То есть он хотел меня на что-то спровоцировать. И в этот момент появился в моей жизни, он не появился в моей жизни, он приехал сюда, Бог его привел, это однозначно. Пастор Александр Белев, если ты меня смотришь, брат, я тебе очень благодарен за этот разговор. Мы поговорили с ним буквально минут 30 или 40. И может быть только ради этого он вообще приехал в город Трешуанлиц, он вообще не должен был там быть. Но Бог привел его туда, и он мне просто рассказал, как он проходил эти этапы со своими детьми. И вот в этот момент Господь выслалил какую-то мудрость мне в сердце, чтобы я начал разговаривать с нашим сыном именно на тему веры и так далее. И выяснилось, что на самом деле, что конфликта как такового нет. Он надуманный, он надуман с той стороны, потому что он думал, что я сейчас его буду затягивать в религию, а я думал, что он сейчас будет мне рассказывать, почему вот все это плохо. В результате мы с ним, ну понятно бывает, переходим иногда на повышенные тона, но у нас больше нет конфликтов, у нас есть какие-то мелкие ссоры на определенные какие-то темы, но они выправляются именно потому, что мы не ищем конфликта, мы туда не заходим. Мы просто больше не заходим в конфликт. Мы не принимаем какие-то суждения друг к другу, мне не нравится музыка, которую он слушает, в отличие от Тани. Тане нравится все, что он слушает, а мне нет. И я как бы ему говорю, Давид, я не против тебя, слушай все, что хочешь. Ты меня просишь мнение. Просто не делай так громко. Пожалуйста, он делает громко. Как не делай громко? Мы живем в одной квартире, он должен это слушать. Окей. Я ему говорю, Давид, просто если ты хочешь моего мнения услышать, мне это не нравится. Вот просто не нравится. И мы на этом с ним сошлись. То есть вещи, которые ему нравятся, есть вещи, которые мне не нравятся и так далее. И когда мы изначально не ищем конфликта, да, вот как говорят, мудрые люди чем отличаются от умных? Умные знают всегда, как выйти из любой ситуации, а мудрые знают, как в этой ситуации не заходить. Вот нужно просто мудреть, нужно просить у Бога именно мудрости, как туда не заходить в эти конфликты. Таня, что-то ты скажешь? Во-первых, я бы хотела сказать, что нужно научиться соблюдать личные границы друг друга. С одной стороны, мы... Это не обязательно могут быть дети, это могут быть родители, это могут быть близкие родственники. Из-за того, что мы самые близкие и родные друг другу люди, у нас иногда стираются какие-то границы. Границы есть у каждого человека, и эти границы нам дал Господь. Это границы лично каждого человека. Но в семьях мы переходим эти границы, мы начинаем позволять себе какие-то вещи, которые потом приводят уже к глубоким каким-то травмам, происходят обиды, люди закрываются, перестают общаться, и происходит напоминание, и получается какой-то такой снежный ком, и уже происходит просто... Уже люди не помнят, почему, но они уже просто не ругают, не поругались, они разговаривают и не помнят, почему. Поэтому на самом деле нас ранят наши самые близкие и родные люди. И я считаю, что самый, конечно, простой, не то что простой, но самый действенный — это любовь. Мы должны действительно покрывать любовью. Другого выхода из этого нет, невозможно сесть, кому-то что-то доказать. Но действительно, когда мы начнем просто покрывать любовью наши отношения, то после того, как мы пройдем в семье вот эти все сложные этапы, а семья — это и есть то место, где мы проходим не только радостное место, а именно сложные моменты. В основном. В основном, да. И именно это делает нас самыми близкими и родными людьми, то после этого отношения становятся еще ближе и роднее, когда мы начинаем покрывать любовью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова